Здравствуйте, дорогие зрители! Соскучились, наверное, по новостям со съемочных площадок Латинской Америки. Ну тогда приготовьтесь, сейчас вам расскажем, что там нового случилось. В январе на канале Глоба начался показ нового мини-сериала «Украденная любовь» Тамурес Роубадес. Сериал рассказывает историю Леандра Дантеса Као Реймонт с эмелье высокой квалификации превосходного знатока Вин. Леандр приезжает работать из Сан-Паулу в штат Баи по приглашению владельца виноградников, успешного производителя Вин самого богатого и влиятельного человека в округе, Джайме Фавайса Мурил Бениссю. После дегустации Вин разнообразных ароматов, текстур и вкусов самая большая страсть Леандра – соблазнение женщин из элиты общества, прежде всего замужних дам, так как риск придает дополнительное удовольствие и остроту ощущениям Леандра при дегустации советских красавиц. Новым объектом желания и большим вызовом для Леандра становится недоступная Изабель – Патрисия Пилар. Жена его могущественного патрона Джайме Фавайса. Вынужденная терпеть жестокий авторитарный характер мужа, Изабель находит утешение и покой, вовлечение музыкой и поэзией, руководствием местным, симфоническим оркестром и занятием благотворительностью. Постепенно мягким обходительным обращением и нежным вниманием Леандра удается потревожить чувства Изабель и пробудить в ней страсть. С умятицом мысли и чувства современного Донжиана вносит появление Антонии, дочери Жаймы и Изабель. Антония возвращается в родной город из Италии, где изучала виноделье. Свободолюбивая, дерзкая, непосредственная, любительница экстремальных видов спорта и фотографии, Антония вначале вызывает в Леандре лишь пренебрежительные отношения. Потом любопытство, а вскоре Донжиан из Сан-Паулу понимает, что нашел женщину своей мечты, которая вызывает в нем намного более глубокие чувства, чем просто желание соблазнить. Антония и Леандра с головой погружаются в свои отношения. Они влюблены и счастливы. И не подозревают, что Жаймы, узнав о романе своей жены Изабель и Леандра, решил отомстить обоим и готов устроить на Леандра смертельную охоту. А теперь к новостям других стран. В Чили адаптировали аргентинскую Дульси Амур. В чилийском варианте в главных ролях Хорхе Сабалета и Мария Элена Света. Куда ж без них. Чилийцы должны уже им памятник при жизни поставить за самое большое количество совместных новелл. И не надевают же ведь, что интересно, рейтинг 28-29 пунктов. Колумбийцы задумали ставить свою версию Ламадрасты под названием «Кто убил Патрисию Солера». Но там сплошные американские горки. Сначала не удалось договориться с Гарри Гейтнером. Запросил слишком много. Вместо него снимается испанец Мигель де Мигель. На наш взгляд, не сложились у Гарси отношения с Итатей Контораль. Которая должна была играть главную женскую роль. Их предыдущий опыт совместной работы был омрачен парочкой скандалов. Которые наши кабалеры с удовольствием слили в прессе. Отношения у них очень натянуты. Поэтому тот, кто решил, что они сработаются, был не просто неправ, а абсолютно неправ. А потом начались проблемы у синьора Контораль. Точнее, эта проблема была всегда. Дама любит выпить. И остановиться вовремя не может физически. Писали, что именно из-за этого она может покинуть производство. Поживем, увидим, кто победит. Зеленый змей Контораль или она все же соберется с силами и завяжет с Гречитину. Ну или Гречитина покончит с ней, как с актрисой. В апреле стартовала с большим успехом комедийная новелла «Ла Суэгра» с Жаклин Ареналли. Героиня Жаклина возвращается из США, где ей не удалось добиться успеха. Вокруг многочисленные родственники со своими проблемами. Ситуации складываются порой драматические, а порой абсолютно уморительные. Зрителям нравится. Телефокс Колумбия готовится снимать теленовеллу о жизни Селии Круз. Очень интересная идея. С удовольствием вы посмотрели такой сериал. Для всех поклонников таланта Селии это огромный подарок. А теперь Венесуэла. Лорена Рохас снимется на Веневизион в новелле «Сангр Энель Диван». Она будет матерью вполне взрослых дочерей. Даст. Прошли те времена, когда Лорена скандалила с продюсером новеллы «Чужие грехи» из-за актера на роль ее сына. Старая она на его фоне. Так она сказала. Парня и ушли из сериала. В мужских ролях Саула Лисаса Себастьян Легарда и Габриэль Валенсуэла. Габриэля одобрили так, что вид у него стал абсолютно бандитский. Наконец-то внешние и внутренние содержания соответствуют друг другу. Начинается съемки ремейка сериала «Иннес Дуарте. Секретарь». Для новой версии хотят Жан-Карлоса Канеллу. Интересно, кто же тогда будет в главной женской роли? Любопытно аж жуть. И последняя новость на сегодня. Канал Телевенс запустил показ ремейка известной новеллы Хуана девственницы. Мария Габриэла де Фарриас и Хуан Пабло Льянос исполняют главные роли. В ролях Каридат Канеллон, Эйлин Аббад и Хуан Карлос Гарсия. Создатели сериала надеются, что история девственницы, а оказавшейся беременной потому, что ее перепутали с женщиной, которая должна была стать суррогатой матерью, развлечет зрителей. А может быть и научит чему-то полезному. Например, внимательно наблюдать, что с тобой проделают в гинекологическом кресле. Следить за руками, короче. А то зимнешь и уже ждешь тройню. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Всем пока.